Моя точка зрения заключается в том, что, к сожалению, быстро это все не кончится. Быстро нет. Никаких того, что наступит такой день, когда армия разбежится и война закончится. Победой Украины, как некоторые. Опять же, я всегда спрашиваю, как это выглядит, победа. Это, если будет, очень-очень легко. К сожалению, у Путина еще очень много ресурсов. К сожалению, у Путина еще очень много амбиций в этом плане. Да, он уже начал постановить, да, как я вот опять вначале рассказывал, ему уже начинают хамить младшие партнеры там геополитические из-за многих оставшихся России. Да, это неудача на фронте и проблемы с мобилизацией могут привести к тому, что ему начнут хамить и какие-то люди, значит, из его окружения, может, уже начали. Но это все еще впереди, это все еще не случилось. То есть, вот эти вот, когда кто-то говорит, ну, там может начаться раскол, а потом люди сидят и уже обсуждают раскол, как состоявшийся. Раскола еще нет в элитах. Там есть напряжение растущее, где-то оно может лопнуть, а может еще и не лопнуть. Ключевой фактор, я все войну это говорю и буду говорить, это ситуация на фронтах. Пока ситуацию на фронтах можно выдавать за успешную для Путина, они будут говорить, что все неплохо. И люди будут верить до последнего, что, ну, что, ну да, немножко отступили, там немножко то, потом наступать будем. Наконец, есть спасительная вера в хитрый план. То есть, это вот такая концепция, эти концепции хитрого плана. Давайте я вам ее расскажу, это интересно, да, что такая концепция веры в хитрый план. Это когда ты чиновник или там просто какой-то военный, или ты обычный человек, и ты веришь, допустим, во что? Что Путину виднее, у тебя нет такой информации, сколько у Путина. И у Путина, наверное, есть какой-то план, очень хитрый план, с помощью которого он в итоге всех обманет и победит. Ну, какой этот план, даже представить невозможно. Ну, откуда мы, маленькие люди, знаем, что там у Путина вообще? Может, он что-то такое знает, может, ничего дороже. Вот, например, в Германии, там, до самого последнего дня Гитлера, значит, ходили разговоры, что он какой-то газ применит, супербомбу, лучи какие-то таинственные. И вот все, и побегут от самого Берлина, значит, и Красная Армия до Москвы. И люди в это реально прям верили. Другие люди верили не в чудесное оружие, а в то, что какой-то вот хитрый план у Путина есть у фюрера, что вот сейчас что-то еще случится, и опачки, и все развернется в обратную сторону. Когда Гитлер покончил свой, почему это привело к такому деморализации оставшейся немецкой армии и населения? Потому что они только поняли, что Николая Хитропана так у фюрера не было. Что он заблуждался, заблуждался, завел страну в тупик, и когда уже Красная Армия подходила в бункер, обнаружив это, просто взял и застрелился. И все поняли, так не было, оказывается, Николая Хитропана, старик нам просто врал. Но тем не менее, так вот, сейчас-то мы находимся не в положении, когда украинские войска уже к бункеру Путина подходят, они еще черти где, переводя на старые деньги, это непонятно, это 42-й, 43-й год или 44-й, ну где-то вот там. Поэтому сейчас очень многие люди в России, простые и сложные, и военные, и чиновники, и высокопоставленные чиновники, они могут бесконечно себя утешать именно этим. Тем, что у Путина есть какой-то хитрый-прихитрый план, который никто не знает, он никому не говорит, он знает, что делает, он все контролирует, неудачи временные, еще чуть-чуть потерпеть, еще чуть-чуть повоевать, и тут вот что-то такое случится, после чего мы всех победим. Почему? Потому что Россия проигрывать не может, никогда такого, ну как они думают, на самом деле было, никогда такого не было, чтобы Россия прям взяла и проиграла войну кому, там, этому расстреленному, жалкому Западу и вообще несуществующему украинскому государству. Поэтому давайте все, значит, сплотимся в этой вере, в то, что у Путина есть хитрый план, что он такой гениальный, хитрый, потому что если мы себе на минуту хотя бы задумываемся, что никакого хитрого плана у Путина нет, тогда, как говорится, вера наша тщетная, и вообще давайте все разойдемся, разбегаться уже сейчас начнем. Поэтому вот эта концепция хитрого плана, если вам кому-то задумывается, вот любит заламывать руки и прочитать, на что же они там надеются и почему они до сих пор все не разочаровались в Путине, ну вот поэтому они не разочаровались. То есть это вот концепция хитрого плана.